Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана, моя помощница Масси. И сегодня мы с вами разговариваем об обработках винограда. Сначала мы поговорим вообще надо-не надо, дальше поговорим о группах препаратов, ну и я расскажу наш опыт и что мы планируем в обработках на этот год. Итак, первое. Надо либо не надо. Периодически я слышу такие высказывания, что у меня виноград растет, я за ним вообще никак не смотрю, ничем не обрабатываю, и он не болеет. Классно, супер, здорово, мечта каждого виноградаря. Как правило, это один-два куста, которые, да, действительно растут сами по себе. Напомню, о чем я говорила вам, когда рассказывала про подкормки винограда, когда куст растет один, ему никто не мешает, его никто не притесняет. Да, действительно, он может и не болеть, у него может быть хороший иммунитет, все классно, здорово. А как только у нас появляется много кустов, соответственно, у нас начинают возникать проблемы, и кусты начинают болеть. И что самое главное и самое обидное, что пока куст растет, мы же думаем, что он не болеет, мы ничем не будем обрабатывать. Вот он растет, растет в течение всего сезона, и все классно. Как только приходит время созревания ягоды, именно в этот момент складываются все условия для развития болезней. А условия какие? Во-первых, погода у нас часто становится в это время влажно, прохладно ночью, ну, многие-многие условия. И в это время все силы винограда направлены на то, чтобы дать потомство, чтобы вот вызреть эту ягоду, даже не столь ягоду, семена, и размножиться, потому что у растений есть инстинкт размножения. Поэтому оно настроено именно в этот момент не на борьбу с болезнями, а на то, чтобы вот продолжить род. И что получается? Что именно в это время созревания ягод у нас появляются болезни, и бороться с ними именно в этот момент очень сложно, потому что химические препараты мы уже не можем применить, нам же ягоду кушать. Некоторые другие бывают, что не всегда работают. Ну и в принципе с растениями, как и с людьми. Болезнь легче предупредить, чем излечить. Всем известна истина. Итак, какие бывают препараты для обработки? Первая группа – это препараты системные. Они проникают внутрь растений и оказывают таким образом свою защиту. Это химические препараты. У меня сейчас нет показать примеры. Но это Топаз, это Ридамил Голд, это Строби. Это еще множество-множество различных препаратов. Иногда может быть одно и то же действующее вещество, но препараты могут называться по-разному, в зависимости от фирмы и производителя. Следующая группа препаратов – это препараты контактные. Они в растения не проникают, они делают защиту на поверхности листа. Вот такой пример у меня есть. Например, Азофоз. К этим же препаратам относятся. Минный купороз. Есть еще тот же Тиавиджет препарат серый, еще другие препараты серый. То есть все это контактные препараты. Вот они сверху на листочке есть. Прошел дождик, они смываются. И третья группа препаратов – это препараты Био. Самая, наверное, спорная группа препаратов на самом деле. Очень их сейчас рекламируют. Типа, классно все, супер препараты. Практически сразу можно урожай есть. Безопасно для себя, для урожающих. Все классно. Кроме одного «но». Биопрепараты не всегда работают. Но они всегда работают по нескольким причинам. О них поговорим чуть позже. Вот, например, у меня есть вот такой вот препарат. Тоже сейчас очень распространенное микроорганизм, о котором многие говорят. Много где он продвигается. Триходерма. Если почитать, но защищает от всего вообще супер классно. Но есть одно «но». Вот честно. Я, наверное, где-то маленький ученый во мне когда-то умер. Я вот эту штуку посыпала на влажной опилке, закрыла пакетиком, поставила в теплое место на окошко. Прошло недели, знаете, может полторы, может быть уже две. То есть по всем стандартам, там уже должен быть лес вот этой самой триходермы. Но она должна быть видна визуально. Ну, там что-то вот чуть-чуть маленькое, какие-то легенькие-легенькие, вот что-то вроде зеленоватое есть. Ну, слушайте, чтобы через полторы недели было практически ничего. Хотя, если мы почитаем, то чтобы размножить триходермы, вот высыпали. Буквально там через день-два вы увидите, что она начинает расти. Не растет. Поэтому вот эти препараты, то есть я специально не показываю марку, хотя я думаю, что банку узнали. Ну, может, у меня там руки не с того места растут. Но биопрепараты вот такие покупные, они работают не всегда. Может, косяк производителя, может быть, косяк хранения, может быть еще куча-куча всего. Также, например, такой препарат, как фитоспорин, казалось бы, тоже сенная палочка, суперагент, который должен защищать от всего. Но, честно, я вот сколько ни пыталась обрабатывать им огород, я не заметила какого-то видимого эффекта, чтобы вот действительно это работало. То есть с этими препаратами есть проблемы, но потом поговорим еще, как эту проблему можно решить. Таким образом, из всех групп препаратов, конечно, самые, казалось бы, эффективные, это препараты системные. Да, все просто. Купил, попырскал, все там впиталось. Если на завтра пойдет дождь, ничего страшного, все будет работать, все будет действовать. Но тоже есть одно но. Как правило, у них период защитного действия дней 14, срок ожидания, то есть срок, когда мы можем там урожай собирать, когда мы можем, в принципе, даже выходить на обработанные территории, что-то там делать, бывает либо такой же, либо дольше. То есть, ну, как бы, на самом деле препараты для себя, там, для животных, если мы все время на участке находимся, ну, не супер хорошие. И первые годы свой виноградник мы обрабатывали как раз-таки системными препаратами по следующей схеме. Первую обработку мы проводили по пятому листу. Это рекомендации производителей препаратов, это, в принципе, рекомендации тех, кто работает с этими инфекциями, потому что в это время вот в растении могло там в почечке быть аидиум, либо мильзиум, вот мы обработали, вот мы получили счастье, да, эту инфекцию убили. А потом вторая была где-то перед, либо после цветения. Впрочем, делали, как успевали, потому что когда винограда становится много, угадать вот этот момент сложно. Поэтому как успеваешь. И третья по такому же зеленой ягоде, ну, с запасом до снятия урожая. И бывало четвертая, например, в конце сезона, когда мы уже ягоды сняли, но лист еще есть, лист еще работает, мы тоже обрабатывали. В течение нескольких лет мы стали замечать, что, ну, у нас, повторюсь, инфекция приходит когда? Как правило, когда созревает ягода. То есть, что мы обрабатывали по пятому листу, что мы не обрабатывали. Одинаково, например, в конце августа приходит мильзиум и аидиум. Так, ну, как бы, зачем обрабатывать, да? Ну, разницы нет. Соответственно, мы стали уходить на то, чтобы обрабатывать вот перед, после цветения, ну, потом уже за некоторое время до снятия урожая. Обязательно выдерживать эти сроки. Урожай кушать вам. Если вы его растите на продажу, тем более, потому что вы даете эту ягоду людям за денежку. И, ну, они должны получить нормальный продукт, потому что в прошлом году, когда я рассказывала про биосредства, которым я обрабатывала свой виноградник, как раз-таки в тот момент, когда висят уже спелые ягоды, их можно кушать. Было куча комментариев, что, ну, странно это немножечко. Есть для этого системный препарат. Ребят, какой системный препарат, когда висит спелая ягода? Ну, пожалейте себя и других. Их, как бы, надо тут тоже немножко соблюдать меру. Так вот, то есть стали переходить на такую схему. Ну, а честно говоря, все равно бывает так, что как раз-таки вот в период созревания ягоды все равно виноградник болеет. Ну, может быть, он болел бы больше, если бы мы не обрабатывали. Но, оказывается, системные препараты не такая уже и панаса. А лить их бесконечно, тоже, ну, я смысла не вижу. Поэтому мы стараемся переходить, ну, как бы на более облегченную систему обработок. То есть использовать препараты другие. В прошлом году мы уже вот первую обработку заменили вместо системных, это была медь. Потом я тоже использовала в какой-то раз медный купорос и коллоидную серу. Ну, в этом году, в принципе, планируем придерживаться приблизительно такой же схемы. Итак, сейчас до цветения, ну, опять же, как успеваем, вот я на другом участке сейчас снимаю, а на даче, ну, по-разному у всех. У кого-то вот такие уже побеги и видны грозьи, у кого-то совсем почечки такие маленькие. То есть вот в прошлом году, ввиду такой холодной весны, неблагоприятной, у нас появился антракноз, которого никогда раньше, до этого, за 10 лет мы не видели. И как раз-таки против антракноза работает та же медь. Самый удобный для меня препарат, то есть медь, содержащий препарат, можно использовать любой. Можно использовать медный купорос, бордоску, жидкость, абегопик, есть еще куча, куча препаратов. Для меня самый простой, самый удобный, это азофос. Есть в двух фасовках, ну, на самом деле, разницы, я думаю, что нету. Для меня удобно. То есть сейчас, ну, вот были дожди, завтра поедем на дачу, на тот участок, и азофосом я пройдусь. Концентрация указана на упаковке. Как для всех других культур, получается 1% раствор. Дальше, следующая обработка. Ну, я думаю, что у нас так не получится перед цветением. Скорее всего, что будет после цветения, мы опять пройдемся медиум и пройдемся препаратами серы. В этом году мы купили гидросеру, правда, она дорогая, честно говоря, но тоже сроки выхода короткие. То есть сера работает по аидиуму, медь работает по мильзию и по антракнозу. Так вот, ну, гидросеры короткие вот эти сроки выхода, то есть за пару дней до снятия урожая можно обработать. И еще нет у меня сейчас с собой баночки. Тоже, кто плохо расслышит, пропишу снизу бегущей строкой. Открыла для себя препарат ПФК Лерас. Ну, пока не испытывала. Да, будем испытывать в сезоне. Что за препарат? Тот же препарат серы. Чем подкупает? Препарат работает быстро и через 80 минут он уже разрушается, распадается на микроэлементы. Но, что очень важно, есть в интернете статья, когда его испытывали, по-моему, на базе института Магарач. Это были нормальные испытания, не так, как показывают некоторые блогеры на двух кустах. Нет, это полевые испытания на больших участках со всеми методиками, статистиками и всем остальным. Так вот, эффективность препарата сравнивалась с эталонным препаратом ТОПАЗ. То есть ТОПАЗ брался для сравнения. И эффективность оказалась, по-моему, или на 0,5%, или на 0,6% ниже. То есть на самом деле цифра мизерная. При том, что препарат именно не токсичен ни для людей, ни для животных, ни для окружающей среды. Ну, это, я считаю, классно. Будем пробовать, будем смотреть, как оно работает, получится ли у нас добиться той цели, которую мы хотим. Итак, значит, у нас в планах сейчас, по возможности, мы обрабатываем азофос. Потом, скорее всего, что это будет после цветения. Можно тоже тот же азофос, либо гидросера, либо по фоколерос. Дальше по зеленой ягоди, уже такой крупной, еще раз проходим этими препаратами. Дальше смотрим, наблюдаем. И дальше, в принципе, можно все это поддерживать био. В прошлом году я открыла для себя суперсредство. Тоже оставлю вам видео при борьбе с мельдио. Ну, по аиде мы будем смотреть, может, тоже какие-нибудь, та же триходерма, но не такая, да. Такая может и не работать. Можно попробовать самим ее развести, самим поискать в лесу, там, где она живет, в природных естественных условиях. То есть попробуем поработать с этим. Еще один важный момент. Выбирая схему обработки на этот год, вы должны вспомнить, что у вас было в прошлом году. Смотрите, если у вас виноградник не сильно болел, то есть можно придерживаться вот такой вот облегченной схемы, например, моей. Если же у вас виноградник болел сильно, было много аидиума, может быть, было много мельдио. В таком случае я все-таки рекомендую пройти с системным препаратом, чтобы эту инфекцию хорошенько прибить, а уже потом можно переходить на более легкие средства. Еще в некоторых случаях бывает, у нас мы встречаемся с этим крайне редко, но я видела на другом винограднике, ну, есть такая вещь серая гниль. Как правило, загниваются ягоды, ну, то, что она серая гниль, ее очень легко распознать, очень быстро она грозди прям съедает, и бывает, что она идет прям по побегу. То есть в зеленом побеге начинает тоже расти вот это вот такой серый пух. Я это видела своими глазами. В таком случае тоже, если у вас в прошлом году такое было, обязательно обработайте системным препаратом. Системный препарат против гнили, тот, который я знаю, это хорус, по-моему, перед цветением и до смыкания грозди надо им пройтись. Он не будет, тогда у вас не будет проблем ни с гроздями, ни с побегами. Ну, то есть, понимаете, да, если у нас были болезни, то нам надо применить тяжелую артиллерию в тот момент, когда это еще не вредит урожаю, когда это еще не попадает в ягоды. И когда у нас уже будет здоровый, хороший виноградник, тогда мы можем несколько облегчать все это и уже химии применять меньше. То есть вот этот момент учтите обязательно. Еще бывает, вы спрашиваете, как вы боретесь с грызущими сосущими насекомыми. У нас их особо нет. Ну, бывает, что иногда листовертка чего-то там придет, ну, два листика скрутит, сняли, спалили и все. Если у вас приходят какие-то насекомые, ну, бывает такое, тоже, как говорится, не зарекайся. Сегодня у нас ничего нету, да, 10 лет ничего не было, а завтра, может, мы приедем и там оказывается, что какая-то живность есть. Такое бывает, то есть наблюдаем, если все нормально, живности нет, и никто ничего не портит, то я считаю, что обрабатывать не надо. Ну, опять же, зачем применять лишнюю какую-то химию на участке. С другой стороны, если у нас было что-то в прошлом году такое массовое, ну, по насекому там, кстати, цикла не может быть, поэтому по насекому наблюдаем сейчас. Видим, кто-то появился, обрабатываем. Если никого нету, то, может быть, и не стоит этим обрабатывать. И в конце хочу обратить ваше внимание еще на один очень важный момент. Обработки – это всего лишь одна из составляющих борьбы с болезнями винограда. А на самом деле это целый-целый комплекс. Если ваше растение полноценно питается, ему всего хватает, у него здоровая почва со всеми правильными связями, оно будет болеть меньше. Если вы его не перегружаете, оно будет болеть меньше. Если вы за ним нормально ухаживаете, проводите зеленые операции, нет забущения, нет затенения, оно будет болеть меньше. Именно поэтому, если мы хотим иметь здоровый виноградник, то нам надо и подкармливать его, и проводить зеленые операции, ну и, конечно, проводить некоторые профилактические обработки. Какие именно, мы смотрим в зависимости от ситуации, от того, что у нас было в предыдущих сезонах, от того, какие сейчас погодные условия, от того, как сейчас чувствует себя ваше растение. Ну а я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно буду держать вас в курсе, что я делаю, какой результат это приносит. Под видео, нажав кнопку «Еще», я вам оставляю ссылки на полезные ролики, я вам оставляю свои контакты, ссылку на каталог наших сортов. Ну и, конечно, до новых встреч!